ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше по плану у нас был город Кардив. Я взяла билет до Кардив-Куэй, то есть до самого конечного пункта, до набережной, до моря, точнее там залива, где находится такое красное здание ассамблеи Уэльса. Мне кажется, это является основной визитной карточкой города Кардив, потому что на всех путеводителях в основном видишь это здание. Ну и как бы от этой отправной точки я думала, мы пойдем гулять по городу. К сожалению, мы проехали город Кардив. Оказалось, что я не уследила, нам надо было поменять поезд на станции Куэйнсвэй, по-моему, а мы уехали куда-то вообще, в какие-то дебри. Хорошо, что в этих дебрях, когда мы осознали, что мы проехали город Кардив, мы вышли на следующей станции и перешли на другую сторону и думали, как же нам добраться обратно до Кардива и доехать до этого Бэй. Кардив-Бэй называлась остановка, то есть Бэй это набережная. Как же нам доехать до этого залива? А там как раз стояли проверяющие билеты, контролеры. Я думаю, что делать? Ну, наверное, надо покупать новый билет, потому что те билеты как бы мы уже проехали. Ну, думаю, дай у них спрошу, что тут еще сделаешь, придется покупать новый билет. Ладно. Спросила у них, они говорят, ой, а вы проехали, вам надо было в центре Кардива перейти на другую станцию и проехать еще одну остановку на другом поезде. Я говорю, что мне теперь делать, мне надо покупать новый билет? Они говорят, да не, езжайте с этим билетом, вам просто надо доехать до центра Кардива и там. Вам надо перейти на первую платформу. Первая А, по-моему, платформа называлась. Мы перешли, поезд был состав из одного вагона. То есть моя ошибка обошлась нам бесплатно, слава богу. Единственное, что на это, на все было потрачено лишних полчаса. Доехали до залива, погуляли там немножко, посмотрели, там организован в этот раз парк аттракционов для детей. Ну, как и во всех морских городах, на лето чаще всего организовывают привозные такие парки аттракционов. Вот там прямо на этой площади, рядом с ассамблеей Уэльса, находится парк аттракционов. И потом мы пошли в центр. В самом центре Кардива я, в принципе, в прошлый раз-то и не была. Мы только зашли в музей и все. А там в центре находятся еще ратуши и замок. Внутрь мы, конечно, не заходили, но снаружи это смотрится офигенно, здорово. Особенно мне понравились часы Кардивского замка. Потом мы зашли в сувенирный магазин, купили маме такой магнитик. Называется Keep Calm and Carry On. И по-вольски написано Enhug me, то есть и обними меня. И там вот в районе ратуши как раз находилась остановка нашего автобуса Megabass. Какими автобусами пользоваться и где дешевле, и как куда ездить, я тоже буду рассказывать в последующих роликах. Ну и вот пока, в принципе, все, что я могу сказать о нашей поездке Уэльс. В общем, она мне понравилась. Это была достаточно интересная поездка, ну и такая релаксная. Немножко отдохнули. Ну и все, и вернулись в Лондон. И дальше вы дела, дела, дела. Ну вот пока и все, что я хотела рассказать о такой стране, как Уэльс. На этом пока все. Потом в будущем буду вам рассказывать про другие свои поездки, которых было безграничное множество. Все города я снимала, все это будет на моем другом YouTube-канале, Лондайванд называется. Там абсолютно все мероприятия и города, которые я когда-либо посещала, смотрите там. До встречи в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok